Вообще в мировой истории существует такой феномен, когда дистанция становится все больше от событий, то меняются часто и подходы перед оцентом этих событий. Так опыт показывает, что оцентство на уровне масштаба появляется желание и согласие. Не только конкретно, но и уточнение каких-то конкретных событий в результате исследований архивов раскрытия и т.д. Но появляется большое желание все-таки посмотреть на эту высоту. Поэтому я хотел бы вот сказать, что интересно было нам сегодня посмотреть на Антонинградскую битву в контексте не только всей войны, но, если угодно, в контексте истории всего 20-го года. И я думаю, что сегодня мы можем это сделать и на основании документов, и на основании уже огромной терапии, которая имеется в ходу. За последние 20 лет вышло очень много книг, непосредственно посвященных не только истории русских, но и истории старинградской битвы. Интересно, что эти книги продолжают выходить. Они выходят не только, естественно, в нашей стране. Выходят работы наших коллег в правительстве Белоруссии. Но я бы отметил особо, что интересные работы до последние годы выходят в СССР. Прекрасные, вы знаете, в Европе Белоруссии. Наши немецкие коллеги уделяют очень большое внимание на этот вопрос. Работы на эту тему выходят и в других странах. И это создало уже такой некой террографический фонд для изучения истории мира. Должен сказать, что в этой террографии мы уже наблюдаем те тенденции, которые сегодня существуют в оценке всей войны. Казалось бы, одна, хотя и важнейшая операция Второй мировой войны, но должен сказать, что через ее призму прослеживаются некоторые общие тенденции в отношении к истории Второй мировой войны, которые есть сегодня в Европе. Причем они носят часто довольно спорный характер, дискуссионный, а для казалось уже события достаточно далеко от стоянных наших дней. Связано это и с внутренними факторами, но и с международной общей ситуацией. Я хотел бы сказать, что у нас будет специальный доклад по выступлению по поводу самой Санкт-Петербургской битвы. Присутствие здесь генерала Горейова, одного из крупнейших специалистов, участников войны. Предправляет, конечно, необходимости говорить подробно, наоборот, на языках, чтобы все как-то. Здесь много и специалистов, и посредством участвующих войны. Поэтому я хотел бы начать с того, что Ленинградская битва была темой сразу после окончания Второй мировой войны, которая поставила один ключевой вопрос. Вместо этой битвы начались, скажем, в истории Второй мировой войны или в истории Великой Отечественной. Люди моего поколения прекрасно помнят те споры, острые, которые были, которые, казалось бы, сегодня уже, может быть, и не решили, как в разборке. Это были дискуссии о поворотном пункте Второй мировой, о поворотном событии Второй мировой войны. Какое место принадлежит в этом смысле победе? Сталкиваюсь разные точки зрения, военно-стратегические и прочее, но в целом, я думаю, что сегодня остается и превалирует точка зрения о том, что Тунинградская битва, Тунинградская победа, это был реальный, действительно поворот в истории Второй мировой войны. В одной из книг в Великой Отечественной. В одной из книг в Великой Отечественной. Автор, человек, который у нас присутствует, действуя на нашем заседании, про его дорожек, написал, что Тунинград и победа по Сунинградам вообще-то был некий символ. Для Германии это был как символ предстоящего поражения, для Советского Совета это был символ наступающей победы. Действительно, речь идет, я хотел бы сказать с самого начала, не только о военной стороне дела, но и о моральной стороне. С Тунинградом закончилась эйфория, которая была в Германии по поводу непобедимости германской армии. На Волгнях цели серии побед, которые были организованы в Европе, да и на территории Советского Союза. Были уже поражения под Москвой, были другие сражения, но такого масштаба и такого морального ущерба и удара по нацистским протегии, который предстоящий град, я думаю, не было ни до, ни после. Это действительно опасно, что сковород, трёхдневный траурм Германии, который был заметен, свидетельствующий о моральном, плохом настроении, которое существовало и превалировало в Германии в тот период. Должен сказать, что международное значение в СССР очень существенно сказалось на межсоюзнических отношениях. Ещё не было второго фронта, ещё были дискуссии, ещё предстояло почти после года до открытия второго фронта, но перелом в некоторых, в смысле, в отношениях между союзниками, мне кажется, был совершенно очевиден и заметен. Я не буду говорить сегодня известные вещи, но все знают реакцию президента Соединенных Штатов, все знают реакцию британского премьера Черчилля на Сталинград непосредственно в Германии. Их восторженные заявления до сих пор цитируются, до сих пор они присутствуют в стереографии, но дело было не только в том, что они отдавали дань духу и величину победы, но в том, что это бесспорно сказалось на межсоюзнических отношениях. И наша стереография, мировая стереография прослеживает очевидно этот процесс. Уже стало ясно, что все станды, все победы, которые упоминались и упоминаются и в Северной Африке, и в Италии, и в Италии, они уже все идут в контексте того огромного значения, то есть того поражения, которое было нанесено фашистской Германией именно в Сталинграде. Я думаю, что это очень существенный момент, и когда мы говорим сегодня о втором фронте, то я думаю, что очень большая задача наша стандарт в том, чтобы органически связать будущее союзных отношений с реальной победой под Сталинградом. Значение в этом смысле вывращено в том, что это сказалось не просто на межсоюзных отношениях по входу, по поведению войны, но победа под Сталинградом означала и совершенно очевидное изменение роли СССР и изменение стиля и характера переговоров после военного штата. Оно не было непосредственным связью, но я вам могу сказать, что спустя какое-то время уже в Кемиране, где британский премьер и британский президент приветствовали Сталина в связи с Благодарем в Кемиране, уже там была очевидна роль всех трех стран антивитерской коалиции, устроив после военного мира. Я думаю, что в этом состоит международный фактор, международное значение в цели Градской Берии. Те острые вопросы, которые встали на повествия дня о будущем Бермании, о Польше, о других сюжетах, они начали обсуждаться в ситуации, когда всем стало ясно, что дело за победу. Должен сказать, что здесь был, конечно, один аспект очень существенный. Союзникам стало очевидно, после Сталинграда, мне кажется, что, возможно, победа при решающей роли Советского Союза и, возможно, это приведет, если они предметы с Сталинградом, к тому, что в Европе будет превалировать, прежде всего, Советский Союз и Советский Рад. Это не было точно определённым временем, но это было совершенно в ума, как видно, из мумаров, из сочинения разных руководителей антидитровской традиции. Это первый момент, о котором мы говорим. Второй момент международного плана состоял в том, что и для союзников Сталинградская битва сыграла огромную роль в решении их собственных задач. Для Великобритании это создало определённую гарантию на Средний Восток. Известно, что на следующих планах захват Кавказа обначал путь в Средний Восток, «Святые святых» британской инферии, и поэтому срыв планов фашистских в этом направлении означал очень существенные последствия для Великобритании и её отношения к её позиции в этом регионе. И кроме того, стало очевидным и возрастающим роль Советского Союза в решении всех этих граждан. Дело не в том, что спустя полгода встретились главы государств в Иране, на Среднем Востоке, где американское влияние было при продаже, но это и только лишь родинный контекст общего отношения собственных планов Великобритании и войны. Я думаю, что этот граждан оказал существенное влияние и на американские планы в отношении на Великобритании и Востоке. Там продолжалась ситуация как-то не была, но вот этот перелом, когда мы говорим, это не только взаимодействие, но и мировосприятие в отношении к союзникам, в данном случае Советскому Союзу, который в Белом доме в Вашингтоне рассматривался чрезвычайно широко. Дело не в высокопарных словах, которые Рузовик отрицовал нашему коровцу, а дело было в самом факте и понимании значительного церкви. Очень большое международное значение имела Калининградская битва для противной страны, для германского блока. Непосредственно сразу этого не произошло, но мы знаем, что в Венгрии и Румынии очень усилились настроение внутреннее сопротивление. Мы знаем, что уже очень скоро там произошли внутренние большие события и с предвижением войск и советской армии. Как известно, и Румыния, и Венгрия вышли к войну. И это произошло, конечно, в результате Калининграда, это который нанес огромный удар по всей стратегии союзнической борьбы машины. Оно отнесло и к Италии, верной союзной германской. Итальянская реакция на эти события также сказалась довольно скоро, довольно быстро, с приближением союзных войск в Италию. И кроме того, вот эти события в самой Италии предопределили изменение позиции Италии и фактически её выход из блока, нацистского блока, который находился через третьего времени. Огромная и известная роль, которая сыграла Сталинградская битва для оппозиции Турции. То и в Турции, как известно, не было про-германскую направление, но колебало довольно сильно относительно формы или участия в военных действиях. Но после Сталинграда уже вопрос об этом не стоял. В самой Турции, как показывают документы, вот мне рассказывали специалисты по Турции, и в самой Турции, в работе которой выходит, признаётся, что после Сталинграда эта проблема просто больше не выделяется на повестке дня, о том, чтобы Турция активно включилась как Германский союз. И, наконец, если говорить о всём блоге, и, наконец, для нас, для Советского Союза это имело огромное значение, это японская работа. Известно, что Япония фактически находилась также на некоторых перегрузах, но после Сталинграда вопрос о присоединении Японии как военным активным действиям против Советского Союза он тоже, фактически, именно Сталинград предопределил её место и роль в этой событии. И это значит изменение расстановки сил, мировой расстановки сил, политических сил, военно-политических сил в пользу антигитлеровского блока, в пользу антигитлеровской коалиции. Я думаю, в этом состоит огромное международное значение в Калининградской битве непосредственно в тот период. Я хотел бы сказать, что очень большое влияние было внутренней во внутренней во внутренней войны, обеих враждующих там. Но я уже сказал, как Германии конец эйфории, который был, я уже сказал, что в немецких работах, вот здесь у нас есть коллега приехавший, в Германии большой специалист по этим делам, может быть, он скажет об этом. В самой Германии это был, если не конец мифа, а не победе, если не конец эйфории, то это было серьёзное изменение умонастроения немецкого населения. Вера фюрера, вера в то, что эта победа не за горами, и то, что эта победа должна продолжаться, она обратила значительно благополучие. Известно, что в Германии усилились настроения, скептические настроения в отношении Германии и Германии. Очень многие генералитеты, как видно, это работа в Германии, осуждал Гитера за то, что он не разрешил выйти из движения немецкого населения. Известна судьба Павлиса, но интересно высказывание мнения одного немецкого истории, который был у нас недавно на сутки в Германии. Сказал, что, ну, таких историй с основанием наклонения только попадает. Но Павлис, который был знак и верхушка немецкий, я рассказывал, аристократический генерал, очень верный и очень близкий и немецкий человек, все, что произошло, наложил такой отпечаток, и мне сказал этот человеку, он говорит, нет таких доказательств, но близкие люди, в Павлису, это были те, которые в 2020 году были в загоре предъявлены. И он говорит, я не могу это определить точно, но я думаю, что если бы он продолжил Германию, то они могут быть потенциальными тем, которые составили этот круг людей, выступивших в заговоре в 2016 году, в попытках покончить с людьми. Поэтому германское внутреннее устройство утратило стабильность. Германская, мне кажется, внутренняя жизнь потеряла устойчивость, потеряла те ориентиры, которые превалировали. До победы было еще далеко, и до признания поражения было далеко, это в каждой стране, они вводятся до последнего, люди уже связаны со своей системой, они в городе, но существенный элемент вот этой самой эйфории и эйфологии был подарок. Теперь внутри Советского Союза. Ну, у нас здесь присутствуют мои коллеги, российские, молодежь и наибрежные наши студенты, которые знают, что у нас это было еще и в искусстве. Мы, наверное, сейчас продолжаем. Насколько наше внутреннее устройство, связанное и с сталинским руководством, связанное и с внутренним процессом нашей страны, как они существовали во время Великой Отечественной войны. Есть западная литература, я скажу это откровенно, и сегодня, в точку зрения, что героинь советских солдат, в том числе и грешков в Сталинграде, был связан с жестким режимом, который существовал, выводится прямо из известного приказа, о котором, наверное, будут говорить сегодня. Было это все, было и так. Но я хотел сказать, что Сталинград в этом смысле способствовал укреплению внутренней стабильности в Советском Союзе и повысил авторитет Великого Нового командования. Это совершенно очевидный факт. Это всегда проект во времена большой победы, но здесь это можно было предупредить очень заметно очевидно. Я думаю, что вообще наша внутренняя жизнь еще ждет своего исследования. У нас когда-то выходила книга «Война и общество». Я думаю, что в общем счет Российской Федерации плохо изучена состояние Советского общества, настроение офицерства, настроение христиан, настроение христиан, настроение интеллигенции. Это серьезная тема. Она входит в раму истории повседневной жизни, которую сегодня поделали в Война и общество. Но она существует, в общем начале. Я не хочу придаваться воспоминаниям, но хочу сказать, что он младенец, в целом, с любого гражданского человека, занимавшись книгой и наукой всю жизнь, который был офицером, он выливается наше право. Я понемногу видел, когда он вернулся, видел его построение в нашем церкви, которое было достаточно прочим. С одной стороны, это было очевидное воение и победы, и тоже ожидание перемен, что было, конечно, уже ближе к победе. Но старый гряд был непререкаем. Это было совершенно очевидно, что это была, действительно, величайшая победа нашей страны и наших людей. Поэтому, когда пишут, вот, недавно я столкнулся с Вернастой Тюгеневской относительно источников героизма солдат с полеграми, я думаю, что то, что мы пишем о героизме, о том, что накануне, как говорят, стояла судьба страны, судьба каждой семьи и каждого человека, это не пафос. А это было так на самом деле. Я думаю, что в этом смысле, жестокость изложений, которое невиданное, жестокое изложение таким количеством жертв, показало реальное, правильное объемное. Есть еще один момент, о котором я хотел сказать, благо она имеет чисто международную сторону. Но в литературе есть рассказы на этой теме, и есть в английских книгах, и есть книгах в американских книгах. Вот столкновение личности, столкновение Сталина, Египта. Мы знаем, что это происходит? Было доставлено, стремированным, скажем, царицем. Все знают всю эту историю, которая была у нас. Поэтому для него это был, мне кажется, вопрос не только государственного, не только гражданой победы, но вопрос еще личный. Он не хотел, не мог не пустить поражение его благо, царицем, с которым было связано его судьба в прошлом, со многими, очень известными всем обстоятельствами. Для немецкого фюрера, для битера, Сталина Градзе стала тоже единственной символом. И во многих заявлениях, во многих вещах. Он хотел нанести так это поражение. Он хотел это поражение. В этом смысле, это тоже интересный контекст. Вот профессор Роберт написал, и я думаю, что это интересный сюжет, показывающий столкновение характеров, лидеров военных руководителей не только на полях сражений, но с точки зрения их менталитета, оценки событий. Я думаю, что у нас сегодня очень большой проект, который называется «Историческая память». Мы сотрудничаем с немецкими коллегами, прежде всего, сотрудничаем с нашими кольцами сейчас коллегами. Но там участвуют и другие страны. В теме «Историческая память», я думаю, Сталинград должен занять очень существенно. Это то, что не предаётся забвению. Сейчас очень много в литературе идёт дискуссия, что такое забвение, что важнее забвение, как пишет некому нашу свою покаянию. Но это вопрос, который мы поддерживали в Сталинграде, как святое для истории нашей страны. Я должен сказать, это коллеги нашим коллегам, когда они меня спрашивают, что вы так критикуете ваши учебницы на эту историю, и наши руководители, и студенты обращают на это внимание, и вчера снова говорят, что будет. Я скажу, потому что это вся война, это как святая часть нашей истории, и в ней Сталинград занимает такой мир. Международный аспект, я думаю, стоит еще в том, что во многих странах мира Сталинград слово стало символом. Ну, и такие общепестные вещи, младший Сталинграда, Смитонский Сталинград, то есть в Париже, в Пинцеле, в других местах, говорят, есть еще какие-то мало даже и в Верку, да, где это было названо. И это тоже дать тому значению, которое придаем Сталинграду, и Сталинградской миссии. Поэтому мы так бережно относимся к правлению истории Великой Отечественной войны, чтим нашу Кирану, и хотим, чтобы все это было сделано. Я думаю, что то, что резонанс, который был после Паренграда, должен быть сегодня учтен в наших отношениях с Соединенными Штатами Америки и с Великой Отечественной. В общем, ее оценку, восточную, как правило, отражало дух соглашения, в конце концов, можно было бы выразить менее страстным, менее горячим словам. Но то, что это было, она отражала дух сотрудничества, дух доверия, который был. Урок, к сожалению, не продолжился в тостной войне, и которая сегодня составляет тоже важную задачу для достижения нашего доверия. И в этом смысле память об этой, память этих событий, мне кажется, это тот самый исторический урок, который был очень полезен для нас. Я хотел бы закончить и сказать, что мы готовы к сотрудничеству с нашими коллегами в разных странах по этим вопросам. У нас сейчас есть один проект, который, как говорится, оказался не очень простой. То есть мы делаем учебник вместо технических. Вообще, знаете, когда подавчера я его виделись, Литвек была презентация дома, на моем оборудовании Советского Союза, сборная документов тысячи странных в год. Советы Союза Литвана с рокового, сорок пятого года. И я тут понял, насколько все это актуально, и не только в контексте наших отношений с Литвой, насколько все это современно звучит, все военные тематики, все военные преграмматики, все темы, которые скрывают снова и снова. Солокост, зонационизм, все что хотите, все что есть. И я думаю, что мы должны продолжить международную сотрудничество на этой площади. Вот здесь присутствуют наши коллеги, профета Кимбару, он старый коллега и друг. Мы когда-то издавали книжку, называется «Союзники войны. Дискуссионные проблемы». Она выходила на русском, и она выходила на дверь. Я его приветствую, и мы снова вернулись сейчас к различным формам сотрудничества с нашими коллегами в Соединенных Штатах и Великобритании. И сделали все несовместное на базе таких огромных архивов, которые уже обвлекованы, документов, которые вышли, новых взглядов, новых оценок, сделали какую-то совместную работу и по второму, и по первой, которую мы сейчас пытаемся сделать с учетом столетия Первой мировой войны, которая будет отключаться в следующем году. Мы рады присутствия здесь наших коллег. Я хотел проинформировать наших зарубежных друзей, что мы вместе с украинским и белорусским коллегами выпустили два тома в 1941 год «Страна в огне». Сейчас мы продолжаем 1942 и 1943 год. И это значит, что следующий том как раз будет касаться в том числе «Сталиграмма». Я думаю, что это очень важный инспект нашего сотрудничества, я вам скажу, что это присутствует, наши коллеги из Белоруссии и из Украины, и что мы продолжим три года военный проект. А также, что нам приятно что вы здесь. Спасибо. «Сталиграмма» 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 «Сталиграмма»